Доминика, поделитесь своим мнением о сегодняшнем матче. Насколько тяжело начинать соревнования с третьего дня? Матч получился непростым, проходил в борьбе. Я хорошо знала манеру своей сегодняшней соперницы. Мы с ней дважды до этого встречались в Сеуле и Новом Блдоне. Один раз сильнее была я на траве, а в другой раз победила Полона. Поэтому сегодня для меня было важно победить. Я рада, что мне это удалось. Если с Херцога вы провели несколько матчей, то с Закопаловой вы еще ни разу не играли. Что же касается моей следующей соперницы, Клары Закопаловой, то вы правы, мы с ней никогда еще не встречались. Но я представляю себе, чего от нее ждать на корте. Она сильная теннисистка, думаю, что это будет тяжелый матч. Как вам покрытие на Кубке Кремля? В прошлом году здесь было абсолютно другое покрытие. Оно среднее по скорости, довольно жесткое. Впрочем, я не в первый раз играю на подобных кортах. Оно хорошо подходит для вашей игры? Сложно сказать. Покрытие, повторюсь, довольно жесткое, с высоким отскоком. А это значит, что у игроков есть больше времени на принятие решений. В общем, у него есть свои плюсы и минусы. В финале турнира в Линцево уступили Петре Квитовой. В чем вы видите причины этого поражения? Вы знаете, тот матч получился очень упорным. Каждая из нас могла выиграть и проиграть с равной долей вероятности. Жаль, что мне не удалось победить. Вы уже больше года сотрудничаете с Желько Крайеном. Какие плоды дала ваша совместная работа? Я довольна результатом нашей работы. Моя команда помогает мне постепенно выходить на новый уровень. Я очень довольна сотрудничеством с Желько. И надеюсь, что он также удовлетворен тем, как я работала на тренировках. Да и в человеческом плане мы подходим друг к другу. Словом, могу сказать только теплые слова в его адрес. Какие у вас цели на конец сезона? Надеюсь, что смогу войти в топ-15 рейтинга и обойтись без травм. Все-таки причем меня по-прежнему немного беспокоит. Стейси Алистер предложила, чтобы женщины играли пятисетовые матчи. Что думаете об этом? Нам бы было невероятно тяжело. Не могу даже предположить, чтобы кто-то из девушек выдержал такое испытание. Какие задачи ставите перед собой в следующем сезоне? Надеюсь подняться в рейтинге на более высокие позиции. Кроме того, хотелось бы показать такой же уровень тенниса, какой я демонстрирую сейчас. Будете ли вы участвовать в Кубке Хопмана, на котором мы уже побеждали в 2009-м? К сожалению, нет. Во-первых, нас туда не пригласили. А во-вторых, у меня нет партнера для этого турнира. А как же Карель Бек? Да, вы правы, я что-то о нем совсем забыла. Так или иначе, уже поздно о чем-либо говорить, ведь состав участников был определен чуть ли не полгода назад. Субтитры создавал DimaTorzok